Беспощадная война Делоны знают все подписчики нашего канала, а если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать, и не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Аннушка Делон, хотя и была права во всех своих требованиях, но халатно проспала все сроки, и теперь они не могут быть реализованы даже в судебном порядке. И как бы она не злилась, но отец сурово сказал ей, ты все проспала, моя дорогая. Все внимание на экран. Является ли это завещание причиной войны Делонов? Для Антони настойчивость Аннушки перевезти отца в Швейцарию объясняется более низкими налогами на наследство. Суть дела в том, что моя сестра хочет, чтобы отец был определен как налоговый резидент Швейцарии, потому что если он будет определен как налоговый резидент Франции, для нее это смерти подобно. Сегодня переезд в Швейцарию уже ничего не изменит в налоговом смысле. В этой связи, дорогие наши подписчики, я считаю необходимым мешаться в этот фильм и дать вам свой комментарий, чтобы все вы верно понимали все это дело. Действительно, как бы это и не выглядело парадоксально, в этой войне все правы. И братья правы, и адвокаты правы, и даже Аннушка права. Но только никому из них не приходит в голову дать анализ и рассказать, а в чем же состоит их правда. И раз никто из них не может, то теперь настал час мне взять на себя эту великую миссию. Итак, Аннушка права, что желает платить меньше налогов. Это решение и ее желание рационально, но только очень плохо реализовано. Но если говорить коротко, Аннушка просто проспала. И если бы раньше, еще в том году, она перевезла отца в Швейцарию, когда это было уже и легче, и по его состоянию здоровья, и по всей этой теме, то его бы там не только лечили, а быть может даже и вылечили, но и сверх того, каждый бы день его на лечении засчитывался бы в счет того ценза, который и помог бы позднее решать, налоговый ли он резидент Швейцарии, или же все-таки Франции. А раз Аннушка проспала, и сейчас уже очевидно, что она, даже переведя отца в Швейцарию, сейчас уже не наберет необходимого количества дней для признания его резидентом Швейцарии, то тему надо считать проигранной. Но только у Аннушки нет такого умения, и поэтому вся эта война и ее упорство. Она уже даже и согласна, что профукала все эти миллионы и заплатит все налоги по максимальной ставке, как последняя дура в империи, но все равно старается представить все дело так, что она хотела бы его вылечить, а это вовсе никогда не было связано с никакими налогами. А это уже вранье, и это как раз и раздражает братьев Антони и Алина Фабьена. И вот в чем вся суть всего этого конфликта. В этой ситуации ей надо бы набраться мужества и сказать Антони, «Да, я ошиблась», «Да, я была неправа», «Да, ты был прав». Но извините все мои глупости, и давайте все сядем за стол и найдем мудрое решение для всей этой темы. И это было бы лучшим решением для всего этого конфликта. Для Аннушки на карту поставлено здоровье ее отца, который не лечится надлежащим. Тот французский врач, что лечит господина Делона, не специалист по тем болезням, которыми он страдает, так что его помощи здесь совершенно недостаточно. В тревожном письме прокурору Монтаржи адвокат Айела упоминает о письме швейцарского врача Алина Делона. Этот врач предупредил меня три дня назад, что крайне необходимо возобновить лечение в Швейцарии, так как все может кончиться печально. Антони отреагировал молниеносно в своем инстаграм. «Это совершенная глупость. Почему же тогда сестра распорядилась тогда прекратить лечение отца в июле?» «Моей сестре и ее адвокату-бандиту наплевать на моего отца. Почему же он не осуждает ее за прекращение лечения? Это просто дымовая завеса и ничего другого». Среди всей этой семейной войны слышится еще один голос. Ироми Ролян, японской подруги Алина Делона, незаконно изгнанной детьми из поместья и насильно разлученной с их отцом, которая также умоляла Аннушку не прекращать лечение, но та не желала ее даже слушать. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алины Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.